Привет, дорогие друзья! Меня зовут Виталий Соколов и мы на канале Реальная Жизнь Нью-Йорка. В сегодняшнем видео мы будем говорить о выдающемся Нью-Йорк, который подолгу своей работы наткнулся на бюрократические сложности в обустройстве города Нью-Йорк и только благодаря своему напору и беспринципностью просто перевернул такие понятия, как постановка и достижение целей. Герой сегодняшнего влога у нас Роберт Мозес, человек, построивший Нью-Йорк. Смотрим. Но немного предыстории. Меня всю жизнь впечатляли люди, чье упорство приносило в результате пользу тысячам или даже миллионам людей. Возьмите такие примеры из современников, как Джеки Ча. До появления в кино спецэффектов он показал всему каскадерскому миру, как надо красочно выполнять сложные падения, делая это все на камеру, дубль за дублем и сломав себе при этом буквально все возможные кости. Он добился спецэффектов без компьютерной обработки и теперь его наследуют и повторяют актеры и режиссеры во всем мире. Его имя не нуждается в представлении просто на всех континентах земного шара. Или вот второй красочный пример. Мафия в США. Был период времени в современной истории США, когда мафия по своему могуществу, в некотором смысле, была сильнее государства. И в Нью-Йорке в середине прошлого столетия был очень знаменитый мафиози Лаки Лучану. Его все-таки упрятали за решетку, но как-то после этого просто перестали работать порт и грузоперевозки в Нью-Йорке на долгое время приостановились. Говорили, что на выгрузку нет разрешения от Лаки Лучана. И это исторический факт. Также для того, чтобы в 1943 году союзные войска высадились в Сицилии, государство США пошло на сделку с Лаки Лучану. Надо сказать, что на тот момент он даже находился в тюрьме, чтобы он помог осуществить военную операцию по высадке американских войск на Сицилии, связавшись с местной итальянской мафией в лице Каладжеро Вицини, Дон Кало. Это был босс боссом, и на тот момент в Италии. В результате чего мафия провела разведку и обеспечила операцию Хаски, за что в том же году главарь мафии, рикетир и убийца Лучана был освобожден из-под стражи. Примеров таких людей очень много, но этим я подвожу ваше внимание к тому, что есть свойства человеческого характера, когда человек идет к своей цели, и остановить его практически никто не может. Итак, плавно мы переходим к сегодняшнему герою, Роберт Мозес. Если вы живете в Нью-Йорке или хотя бы проезжали по любым из больших автомагистралей Нью-Йорка, то вы практически касались любой работы, которую делал этот человек. Конечно, Нью-Йорк уже был известным мегаполисом, когда в 1929 году приехал никому еще на тот момент сильно неизвестный градостроитель Роберт Мозес. Его история началась с постройки парка Джонс-Бич. Сейчас это популярный 16-километровый пляж на юго-западе Лонг-Айленда. Во время его создания был проделан просто колоссальный объем работ, как строительных, так и ландшафтных, в том числе по намыву пляжа и высадке травы. Кроме обустройства прибрежной полосы, это дощатная набережная, бассейны, автостоянки, водонапорная башня, бани, рестораны. Также были построены скоростные дороги автомобильные, которые обеспечивали удобный доступ нью-йоркцев к этому новому парку. Было продумано все, и Джонс-Бич был открыт для публики 4 августа 1929 года, и очень скоро стал чрезвычайно популярным у жителей Нью-Йорка его окрестностей. Новый парк стал самой масштабной стройкой штата в Нью-Йорк за целое десятилетие. А руководивший проектом Роберт Мозес заработал репутацию очень талантливого организатора, продумывавшего все на два шага вперед. Повествуя об этом человеке, нужно сказать и не упустить такие факты, что к моменту открытия парка Мозесу было уже 41 год. Он родился 18 декабря 1888 года в довольно богатой семье. Роберт получил великолепное образование, закончив Ельский университет. Это один из лучших университетов США, входящих в Лигу Плюща. Затем он продолжил обучение в колледже Уотхем, это Оксфордский университет в Великобритании, где получил в 1913 году степень магистра. И наконец в 1914 году он вернулся в Нью-Йорк и защитил декабрястацию о британской колониальной администрации в Колумбийском университете города Нью-Йорк. Этот университет также входит в Лигу Плюща, получив там степень доктора философии и ППО политологии. То есть я формирую у вас представление о Роберте Мозис как о грамотном и образованном человеке с научными подходами и усердием и трудолюбием. Мистер Мозис начал свою карьеру с политики. Он работал долгое время помощником губернатора штата Нью-Йорк Альфреда Смита и занимался трудами по совершенствованию управления правительства штата. Но перед постоянно развивающимся Нью-Йорком стояли просто сверхзадачи. Город был построен по принципу хаос. Были дороги, стояли дома, но они стояли вдоль и поперек и строили кто как хотел без особых разрешений. Начинались пробки из повозок с лошадьми, пешеходы, шла эра автомобилей, эра того, что нужно было просто-напросто разворачивать трансы, нужно было обеспечить доступность и организовать место для отдыха горожан. Но на пути этого всего стоял сам Нью-Йорк и его жители. Решить такую задачу перед Мозисом поставил губернатор штата. Имея успех в строительстве парка, образовании и влиятельных друзей, Мозис стал распорядителем парков и территорий не только города Нью-Йорк, но и целого штата. При этом он получил себе главные оппоненты, никого иного, как Франклина Рузвельта, тоже великолепного человека, который впоследствии стал президентом США, но был все время оппонентом Мозиса из-за разных видений в обустройстве города Нью-Йорка. Нужно сказать, что Франклину Рузвельту никогда не удалось снять этого человека с поста, так как народ своими протестами всегда отстаивал Роберта Мозиса на посту градоначальника. В одном интервью Мозис сказал, вы можете нарисовать на чистом листе любые картины, которые вам только нравятся. Вы можете спланировать на пустыре свой дом мечты и построить, как вы его хотите. А мне выпало работать в очень застроенном мегаполисе. Я должен рубить своим мясным топором, сказал он. Мозис знал, о чем он говорится. 40 лет своей трудовой деятельности этот человек просто кардинально изменил облик Нью-Йорка, одного из самых густонаселенных городов мира. И фраза «я должен рубить своим мясным топором» просто приклеилась к этому человеку и дала ему прозвище «Боб-строитель». Теперь кратко о его достижениях. С 1924 по 1968 год Роберт Мозис построил Линкольн Центр. Это крупнейший культурный центр Нью-Йорка. Для этого он снес целый квартал и перестроил вокруг все прилегающие дороги. Парк Джонс Бич на Лонг-Галленде, про который мы говорили, центральный зоопарк, 658 игровых площадок, 13 мостов, 10 больших открытых бассейнов, 670 километров парковых и окружных дорог, 28 тысяч квартир в высотках и спроектировал более 2,5 миллионов акров парков по всей территории штата. «Боб-строитель» возглавлял парковую комиссию штата аж до 1963 года. Он переживал за отдых и привлекательность города, поэтому у него на счету было такое количество игровых площадок и парковых объектов. В своей работе он заставлял буквально все органы учитывать при строительстве места для отдыха и игр детей. Нужно признать, что если бы не его жесткие запреты, то сверхдорогая недвижимость Нью-Йорка, какой она является, просто бы закрыла буквально все парки и игровые площадки. Как я и говорил, при всей своей образованности у Роберта Мозеса не было архитектурного образования. Но нью-йоркцам он запомнился тем, что он делал свою работу просто несмотря ни на какую бюрократию. В 40-х 50-х годах прошлого столетия влияние Мозеса еще более увеличилось. Журнал «The New Yorker» написал, что за 7 лет между 1946 и 1954 годами, которое велось наиболее интенсивное строительство общественных объектов за всю историю города Нью-Йорк, не было ни одного проекта школы, канализации, библиотеки или пирса, больницы или бассейна, который был бы построен любым из городских агентств без одобрения Мозеса, его дизайна и место расположения просто не проводилось. Так очень интересным фактом стало строительство Трайбера Бридж. Это мост на три ветки, который соединяет районы Нью-Йорка, Манхэттен, Бруклин и Квинс. Мост как транспортная развязка, она была нужна всем, но там, где должно было быть строительство, жили люди. И очень влиятельные на тот момент люди, так как была прибрежная зона, особняки, вы понимаете. И за 14 лет с ними пытались договориться, что нужен мост, но было все безуспешно. Мозес приехал на площадку и сказал, что завтра, друзья мои, здесь будет бульдозер, ровнять вашу местность с людьми проживающими или без. Мне не важно, сказал Роберт. Мне тут нужен мост, а вот вопросы переселения, пожалуйста, обращайтесь к губернатору. Были протесты, была пресса, были политики, все были против. Но говорить и стоять против тяжелой техники, к сожалению, никто не мог. Ну или к радости. Мозес тогда сказал, что за то, что я сделаю, вы накажете лично меня, но только это будет после того, когда мост будет стоять. Так появилась другая сторона медали. Никто из важных и могущественных людей не любили Мозеса. Они призывали архитекторам просто высмеивать его проекты. Они поднимали митинги и объясняли Нью-Йорку, что этот плохой человек не достоин управлять городом. Но как раз нью-йоркцы были довольны его парками и транспортными развязками. Роберт Мозес, он проявлял свой авторитарный характер во всем. Он знал, что нужно городу, и то, кто попадал под его карандаш на карте, просто пропадали с этой карты. Даже президент не мог повлиять на этого чиновника. Но тут был интересный случай в его биографии, зафиксированной. Когда он делал объект, а мы не знаем, дорога Белт называется, которая идет к Лонг-Айленду и к аэропорту Кеннеди, дорога все-таки имеет неправильную форму изгибы. Он объяснил это тем, что это неблагоприятная местность. Но критики его сказали, что по первому его плану, там просто был дом его друзей. И Роберт поменял вектор постройки. Что, мне кажется, еще будет интересным для современных менеджеров, смотрите. Ведь одновременно с гигантской критикой его деятельности, каких высоких результатов он убился. Он проработал 40 лет, и он обходился федеральному бюджету в миллиарды долларов. Так, к примеру, строительство даже бани на Джонс Биш обошлось в миллион долларов, потому что он решил использовать супердорогой красный кирпич. МОЗ Трайбера обошелся дороже даже, чем Дамба Гувера, больше 60 миллионов долларов. На то время это было колоссальные деньги. У МОЗиса на любой запрос чиновников из правительства к моменту переговоров уже были готовы конкретные предложения с чертежами, спецификациями, с любой документацией, которая необходима для аргументов. Он был предугадывающим мысли менеджера. Он не оставлял возможности возражать. Он умело проводил переговоры. Образование политолога давало ему умение убеждать, финансировать его проекты даже своих критиков и оппонентов. Но чисто экономически важным стал тот факт, что все его проекты до сих пор себя окупают. И он просчитывал все при планировании строительства и использовал на переговоры. Все входы в его учреждения до сих пор берут оплату. Бани, театры, бассейны, платные мосты, дороги. Даже парки имеют сцену, где проходят концерты, приносящие городу довольно неплохие деньги. Ну или как минимум достигается социальный эффект, когда там выступают какие-то детки. Бог строителя был приверженцем автомобилей. Мы живем в моторизированной цивилизации, говорил он. Поэтому все объекты строительства, которых он курировал, возводились именно с этой идеологией. Так за 40 лет своей работы Мозес отстоял свое право на то, что все дороги должны быть широкими и иметь 3-4 полосы в каждом направлении. Так как транспорта становится все больше и больше. У него была еще одна коронная фраза. Он говорил, что те, кто могут, строят, а те, кто нет, сильно критикуют. Критики было не просто много, а даже чрезвычайно много. Даже сейчас обсуждают и доказывают, что нужно было ориентировать город Нью-Йорк только на общественный транспорт. И не делать широкими дороги. Так как сегодняшняя практика показала и даже доказала, что какой бы ни была ширина дороги, пробок все равно не избежать. А современные власти выделяют на данный момент полосу для общественного транспорта, по которому обычному автомобилисту нельзя ездить. Под угрозой, вы знаете, большого штрафа. Но, друзья мои, это как раз и есть резонный вопрос. Если бы за 40 лет своей работы Роберт Мозес не запрещал делать узкими дороги, как бы сейчас появилась та же полоса для общественного или специального транспорта? Боб Строитель умер в 1981 году, продолжая работать до последних дней. Он показал, как в реальности звучит фраза «Я вижу цель, но не вижу преград». Сегодня его имя носят некоторые мосты и парки в городе Нью-Йорк, также в различных частях имперского штата. Итак, друзья мои, жду от вас лайков, ну и, конечно же, дизлайков от родственников тех, кого наш сегодняшний герой переселил из очень крутых домов в самых престижных районах Нью-Йорка. А таких людей у нас насчитывается более 100 тысяч, которые пострадали о деятельности столь великого архитектора. Тем не менее, подписывайтесь на канал, чтобы знать еще больше про выдающихся людей столицы мира. С вами был Виталий Соколов. Вот такая она реальная жизнь в Нью-Йорке. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся!